Здравствуйте, уважаемые студенты! Самаркандский государственный медицинский институт кафедры биологической химии. Привет! Биологическая химия, второй курс. Тема сегодня нашей лекции называется «Обмен функций углеводов». Лекцию будет читать я, заведующие кафедры, доцент Халеков Кахуар Мелезавич. Рассветаны сегодня вопросы. Представлены в этой презентации, я их читать не буду. Значит, состоит из 10 больших вопросов. Я думаю, что это будет продолжением наших двух предыдущих лекций. Давайте дадим определение, что такое углеводы. Эту тему вы проходили на первом курсе по предмету медицинской химии, по предмету биорганизмской химии, поэтому у вас представление о этих веществах есть понятия. Поэтому, коротко, это углеводы. Это углевод для гетерогенных организмов является первичным источником энергии, то есть он самый важнейший источник энергии. Во-вторых, к перевариваемым углеводам для организма процента человека встречается редко. Давайте остановимся, в чем же заключается функция углеводов. Первое. Как я выше говорил, углеводы это основной источник энергии. То есть за счет окисления этих веществ удовлетворяется более половины потребностей энергии. И здесь главная роль принадлежит, конечно, глюкозе и полисахародогликогену. Во-вторых, углеводы, они входят в состав структурно-функциональных компонентов клеток. В-третьих, из углеводов организм могут синтезироваться соединения других классов. В частности, углеводы легко могут превратиться в липиды, и из углеводов могут образоваться различные аминокислоты. В данной презентации мы даем общее представление образования такого моносахарата, как глюкоза. Образите внимание, что все углеводы пищи, они в конце концов распадаются до глюкозы. Аминокислоты глицерина в организме человека могут давать глюкозу. А сама глюкоза, если взять общий метаболизм глюкозы, то она может запасаться в такой форме, как гликоген. И при недостатке глюкоз гликоген может легко распадаться на глюкозу. Кроме того, метаболизм глюкозы подразумевает образование из нее конечных продуктов обмена веществ, как мы говорили на первой и второй лекции. Это СО2, вода и обязательно образование энергии. Помимо этого, из глюкозы в организме человека могут образоваться такие вещества, как пинтозы. Как вам известно, пинтозы – это одна из основных частей нуклеотидов. Из глюкозы могут образоваться другие моносахариды, как гомок, так и гетерополосахариды. Из глюкозы могут образоваться аминокислоты, причем только заменимые. Мы с вами говорили, что все заменимые аминокислоты в организме человека образуются, синтезируются, а незаменимые аминокислоты должны поступать с пищей. И из глюкозы легко могут образоваться липиды. Глюкоза, как основной материал, может в организме человека легко превратиться в глюкозу-6-фосфат. И именно из глюкозы-6-фосфат в организме идут уже все остальные биохимические процессы. То есть биохимические процессы связаны именно с фосфолируем в шестом положении. И из этой глюкозы образуется гликоген, если эта глюкоза в достаточном количестве. Из этой глюкозы-6-фосфат образуются пирваты. Из этого глюкозы-6-фосфата могут образоваться глюкоза, рибоза, надошва и так далее. Наиболее распространенный углевод животных – глюкоза. Глюкоза играет роль связующего звена между энергетическими и пластическими функциями углеводов, поскольку из глюкозы могут образоваться все другие моносахариды. И наоборот, разные моносахариды могут превращаться в глюкозу. Уважаемые студенты, классификации физико-химических использований углеводов мы здесь не будем остановиться, потому что вы ее изучали на первом курсе, поэтому эту часть вы будете изучать самостоятельно. Давайте остановимся о переваривании углеводов. Углеводы в пищеварительном тракте распадаются на мономеры, то есть при действии глюкозидаз, то есть ферментов специализированных, ферментов каталейш-гидролиз, глюкозидной связи, образуется именно из полимеров, образуется мономер. Если рассмотреть переваривание крахмала, то есть крахмал является основным полисахаридом, употребленным человеком пищей, то начинается уже вратовая полость. Так как у нас в слюне содержится такой фермент, как амилаза, или ее еще называют альфа-1,4-гликозидаза, так как этот фермент, то есть фермент амилаза, расщепляет именно альфа-1,4-гликозидная связь углеводов. Но все-таки основным местом переваривания крахмала служит тонкий кишечник, куда поступает амилаза в составе сока поджелудочной железы. То есть поджелудочная железа у нас способна вырабатывать такой фермент, как амилаза, или ее еще называют диастазой, и в результате образуются олигосахариды и дисахарид мальтозы. То есть, как вам известно, мальтоз состоит из двух глюкоз. Дисахариды, сахарозы и лактозы поступают в организм человека с пищей. То есть три, все дисахариды, они присутствуют в тонком кишечнике, но мальтоза образуется из продуктов питания, но дисахариды, сахарозы и лактозы, они отдельно поступают с пищей. В данной презентации мы представляем, как же происходит проникновение глюкозы в клетки. То есть предназначение самой глюкозы в том, что этот моносахарид все-таки должен поступать внутрь клетки, то есть он должен оказывать свою биологическую функцию именно внутрь клетки. Этот процесс происходит именно с помощью специальных белков, которые называются глуты, и эти белки переносят глюкозу внутрь клетки. И первая реакция, что с ней происходит, мы еще ее рассмотрим, поэтому эта глюкоза тут же должна фосфолиться в шестом положении. Вот эти переносчики глюкозы, это по строению белки, и с помощью именно этих переносчиков происходит переход глюкозы внутрь клетки. И здесь же мы должны обязательно напомнить, обязательно мы должны знать, что для проникновения глюкозы внутрь клетки необходим такой гормон, как инсулин. То есть без инсулина проникновение глюкозы внутрь клетки не происходит, и роль инсулина в этом процессе огромна. Об этом мы еще будем говорить. Олигосахариды и дизахариды гидролизуются специфическими глюкозидазами тонкого кишечника. То есть если это мальтаза, то это с помощью фермента мальтоза подвергается распаду с помощью фермента мальтазы, сахароза с помощью сахаразы, и дизахарид лактоза с помощью такого фермента как лактаза. Продукты полного переваривания углеводов, моносахариды глюкоза, галактоза и фруктоза, через клетки кишечника, как я и выше сказал, должны поступать обязательно в кровь. Прообладающим моносахаридом, образовавшийся результат переваривания пищевых углеводов, конечно, является глюкоза. Поступающая из просветок кишечника глюкоза с кровью воротную вену попадает в печень, где часть ее задерживается, а часть через общий кровоток попадает в клетки других органов и тканей. Прохождение глюкозы из крови в клетке зависит от инсулина, как я уже сказал, так как этот гормон делает плазматический мембран клеток проницаем для глюкозы, то есть без этого гормона глюкоза не способна проникать внутрь клетки. В этом случае исключением являются клетки мозга и печени, то есть мозг и печень для проникновения глюкозы внутрь этих двух органов не требует такого гормона, как инсулина. Первая реакция, которая происходит с этим моносахаридом, это фосфорилирование моносахаридов. И первым химическим превращением глюкозы в клетке является ее фосфорилирование в результате взаимодействия с 1,1-3-фосфорной кислотой. Вот в этой схеме представлено фосфорилирование этого процесса. Обязательно этот процесс катализируется с помощью энзимов, то есть ферментов. Давайте дадим название этим ферментам. Это гексокиназа и глюкогеназа. Глюкогеназа – это фермент, который находится в основном в печени, а в других органах тканей этот фермент называется гексокиназой. Глюкоза способна проходить через клетчатые мембраны, то есть они могут проходить через клетчатые мембраны, а вот глюкоза для мембран уже становится невозможным, то есть они не проникают. Вот здесь мы дали зависимость активности гексокиназа и глюкогеназа концентрации глюкозы. Обратите внимание, что при малых концентрациях активность глюкогеназа высокая, и второй фермент гексокиназа уже работает как основной фермент, который превращает глюкозу в глюкоза-6-фосфат под действием, под влиянием одинозитрифосфолной кислоты. Возможны обратные превращения глюкоза-6-фосфата в глюкозы и при действии фермента глюкоза-6-фосфатазы. То есть из глюкоза-6-фосфата может образоваться свободная глюкоза. Вот здесь представлена эта схема глюкоз-6-фосфат под действием воды, происходит ее образование глюкозы и образование остатков фосфорной кислоты. Но для этого процесса обязательно необходим фермент. То есть это ферментативный процесс, именно фермент катализует этот процесс. Но этот фермент называется глюкоза-6-фосфатазой. Этот фермент есть в печени, в почках, а также в клетках эпителия кишечника. В других органах и тканях, например в частности в мышцах, его нет. И следовательно проникновение глюкозы в клетке этих органов необратимо. То есть если глюкоза проник в эти клетки, то эта глюкоза должна обязательно до конца распадаться до конечного продукта обмена веществ. Галактоза и фруктоза, поступающие из кишечного тракта, при участии соответственно ферментов галактокиназа и фруктокиназа, фосфалируются по первому углеродному атому. То есть галактоза-1-фосфат и фруктоза-1-фосфат. Вот здесь представлена реакция, когда при участии АТФ происходит превращение галактозы и фруктозы в первому углеродному атому. Фосфорилирование, то есть активация, служит первой стадии любых дальнейших превращений моносахаридов. То есть моносахарид, поступая в клетку, обязательно должна активироваться. И этот процесс называется фосфорилирование. Давайте рассмотрим катаболизм глюкозы, то есть как происходит распад глюкозы в этих клетках. В этом процессе можно выделить три части. Первая часть – это специфический для глюкоз превращения. Этот процесс завершается образованием перувата. Это называется аэробный глюколиз. То есть глюколиз, протекающий в присутствии кислорода. Второе – это общий путь катаболизма. Про это мы уже говорили на второй лекции. И третье – это митохондриальная цепь переноса электронов 3. Вот эти этапы распада глюкозы, то есть аэробного распада глюкозы. В результате этих процессов глюкоза распадается до конечных продуктов СО2 и ЯШЛО. И обязательным является освобождение энергии в виде аденозид-трифосфорной кислоты. Вторая и третья часть мы уже рассматривали с вами на второй лекции, когда рассматривали оксилитин, декарбоксилин, пировиноградные кислоты и цикл трикарбоновых кислот. Поэтому здесь мы ее рассматривать не будем. Давайте здесь мы рассмотрим превращения специфические для глюкозы. То есть как из глюкозы образуется именно вот этот пируат и астилкоэнзим А. Поэтому я назвал ее аэробный глюколиз. Аэробный глюколиз – это распад глюкозы до пировиноградной кислоты. В свою очередь можно этот процесс разделить еще на два этапа. Первый – от глюкозы до глицеральдегидфосфата. И второй – от глицеральдегидфосфата до пировиноградной кислоты. В реакции первый этап происходит включение фосфатных остатков в гексозы и превращение гексозы в триозу. Уважаемые студенты, последовательность этих реакций вы будете рассматривать на практических занятиях. Поэтому здесь я в механизме последовательных реакций не буду останавливаться. Обратите внимание. Глюкоза в результате ради реакции превращается в две триозы. Вот это первый этап именно катаболизма глюкозы аэробным путем. А реакция второго этапа, то есть реакция этого этапа, которая является следующим ферментом. То есть реакции превращения глюкозы в триозу, обязательно это ферментативная реакция. Это гексокиназа или глюкокиназа, мы про это говорили. Фосфоглюкоза изомираза, фосфофруктокиназа, алдолаза фруктоза 1-фосфат дифосфата и фосфотреза изомираза. Поскольку дегидрооксиацетонфосфат превращается в глицеральдегидфосфат, это пятая реакция, то в конечном счете образуются две молекулы глицеральдегидфосфата. То есть из одного шестиуглеродного глюкозы в конечном счете образуются две молекулы глицеральдегидфосфата. Второй этап распада глюкозы включает реакции, связанные с синтезом АТФ, то есть уже непосредственно здесь должна образоваться одинозимтрифосфорная кислота. Обратите внимание, что глицеральдегидфосфат и здесь коферментами являются синтезом амидидинуклеотид. Под действием этого фермента происходит весь процесс образования. И помимо этого в седьмой реакции идет образование одинозимтрифосфорной кислоты. В конце концов, в результате, в конце распада глюкозы, из нее образуется пировиноградная кислота. А превращение пировиноградной кислоты мы, как я уже говорил, рассматривали с вами уже на второй лекции. На втором этапе участвует тоже пять ферментов. Глицеральдегидфосфат дигидрогеназа, фосфоглицерат киназа, седьмая реакция, фосфоглицерат мутаза, восьмая реакция, энолаза девятая реакция и пироват киназа десятая реакция. Весь цикл, всю линию, если распада рассматривать, то можно ее схематически изобразить таким образом, то есть это и есть схема аэробного распада глюкозы. То есть, как видно, что здесь у нас состоит из десяти ферментативных реакций с образованием пировиноградной кислоты. Здесь я еще раз повторюсь, что при аэробном распаде глюкозы пироват обязательно должен поступать в цикл трикарбоновых кислот, и здесь он должен распадаться до конечных продуктов обмена веществ. Если рассмотреть гликолиз в десяти реакциях и образование энергии в виде АТФ, то можно наблюдать, что в первой стадии образуются два АТФ, в третьей образуются четыре АТФ, и в конце концов, если весь процесс рассмотреть как аэробный, то в конце концов из одной молекулы глюкозы образуется большое количество АТФ, и это количество АТФ еще мы будем с вами считать. Второй путь – анаэробный, то есть бескислородный распад глюкозы, называется анаэробный глюколиз. В клетках животных человека широко справился фермент лактат-дегидрогеназа, или ЛДГ сокращенно. Этот ЛДГ катализирует обратимое превращение ПВК в молочную кислоту. Вот схематично этот процесс можно изобразить следующим образом. Десять цитозольных ферментов, превращающих глюкозу в перевод, совместно с лактат-дегидрогеназом способны обеспечить синтез АТФ в отсутствии кислорода в анаэробных условиях. При этом возникает вопрос, что является акцептором водорода, который образовался в этих реакциях на ДАШ-2. Здесь уже акцептор водорода является перво-виноградная кислота, которая превращается в молочную кислоту, то есть тупиковый продукт обмена веществ. То есть ее мы будем рассматривать еще, это называется тупиковый продукт, потому что ее судьба только одна, она может обратно опять превращаться в перво-виноградную кислоту. Пожалуйста, схематично этот процесс можно анаэробно представить следующим образом. То есть глюкоза, она превращается в перво-виноградную кислоту, перво-виноградная кислота, образовавшаяся на ДАШ-2, она своей водородой, так как нет кислорода, она опять отдает перво-виноградной кислоте, и в результате образуются две молекулы лактата или молочной кислоты. Вот этот продукт называется тупиковый продукт обмена веществ. Ее судьба только одна, опять же, должна из нее образоваться перо-виноградная кислота. В этих реакциях в расчете на 1-моль глюкозы образуется 4-моль 1-азинтерфосом кислоты. После вычисления 2-моль АТФ, потребляя на начальной стадии, получаем в стадиях, получаем чистый выход АТФ при глюкозе 2-моль АТФ. То есть при анаэробном распаде образуется всего 4-моль АТФ, но 2-моль АТФ, которые мы израсходовали для фосфолирования глюкозы, мы отдаем, и чистый выход глюкозы для анаэробной распада глюкозы на 1-моль глюкозы образуется всего 2-моль АТФ. Если взять суммарный результат гликолиза, то ее можно выразить таким образом, что глюкоза, 2 остатки фосфольной кислоты, 2 АТФ, АДФ, и образуются 2 молекулы молочной кислоты, 2 АТФ и 2 молекулы АДФ. Аналогичный процесс у бактерий называется уже молочнокислым рожением. У дрожжей в анаэробном слухе имеет место сходный процесс, но это уже будет называться спиртовое брожение, потому что в конце концов там образуется не лактат, а этиловый спирт. В этом случае пировиноградная кислота сначала декабоксируется с образованием укснуальдегита, который затем восстанавливается в этиловый спирт. Образите внимание, значит, образовавшаяся пировиноградная кислота не превращается в лактат, а сперва образуется укснуальдегит, а потом он восстанавливается до этилового спирта. Сам процесс гликолиза – это процесс, который регулируется организмом. Первое – это определяющая скорость гликолиза, это фермент фосфофруктокиназа, то есть третья реакция. То есть именно фосфофруктокиназа регулирует сам процесс гликолиза. Второе – тоже обратите внимание, это киназная реакция, только она гексокиназная, первая реакция. И третий регулируемый фермент – это лактат, дегидогеназа или одиннадцатая реакция гликолиза. Как я выше говорил, лактат или молочная кислота – это тупиковый продукт обмена углеводов. И из нее, в конце концов, в организме человека может опять же в печени образоваться заново денова глюкоза. И этот процесс называется биосинтез глюкозы, или биосинтез глюкозы денова, или же ее еще по-нашему называют глюконеогенез. Значит, глюконеогенез – это синтез деглюкозы из неуглеводных предшественников. То есть эти вещества являются неуглеводными. Вот один пример я привел – это лактат. Синтез глюкозы и спирувата происходит в основном в печени, корковом веществе почек и в эпителиях тонкого кишечника. Глюконеогенез в основном протекает по тому же пути, что и глюкоз, но в обратном направлении. Но, как нам известно, глюкоз имеет три необратимые реакции. А глюконеогенез именно эти три необратимые реакции обходит, поэтому глюконеогенез и гликолиз отличаются этими тремя реакциями. Это первая, третья и десятая реакции гликолиза. Пожалуйста, здесь представлена реакция гликолиза и глюконеогенеза. Обратите внимание, что первая, третья и десятая реакции – это необратимые реакции були. Именно глюкониогенез этими реакциями отличается от гликолиза. Превращение перуата в фосфоломиумоперуват – первое, то, что отличается от гликолиза и глюкониогенеза. Это необратимая стадия. Осуществляется первую часть двух ферментов – перуат карбоксилаза и карбоксилаза фосфоломиумоперувата. Вот, пожалуйста, этот процесс. Превращение перуата в фосфоломиумоперуват. Второй обходной путь. Второй. Две другие необратительные стадии катализируются фосфатной фруктозой 1,6-бифосфата и фосфатозой глюкозой 6-фосфата. Вот, обратите внимание, фруктоза 1,6-бифосфат превращается в фруктозу 6-фосфат. Суммонный процесс глюкониогенеза записывается так. Две пера виноградной кислоты, четыре молекулы АТФ, две молекулы ГТФ, две молекулы НАДАШ-2, четыре молекулы воды. И в результате из пера виноградной кислоты образуется глюкоза, четыре АТФ, два ГТФ, шесть молекул фосфольной кислоты и два НАДА. То есть это энерготратный процесс, здесь используется энергия АТФ. Первичными субстратами, используемыми для синтеза глюкозы, являются такие вещества, которые могут превращаться в пируват или любой другой метаболит на пути от пирувата к глюкозе. В организме человека это аминокислоты, глицерин и молочная кислота или лактат. Вот глюконогенез из лактата, то есть как происходит превращение молочной кислоты в глюкозу. Лактат не является конечным продуктом обмена, то есть я, как вы же сказали, это тупиковый путь метаболизма. Единственный способ использования лактата связан с ее превращением в пирувиноградной кислотой. И обязательно в этом процессе должен участвовать фермент, этот фермент называется лактат-дегидрогеназой. И схематично этот процесс будет представлен здесь. Из клеток, в которых происходит глюколиз, образующаяся молочная кислота поступает в кровь и улавливается в основном печенью, где превращается в ПВК. То есть печень является основным органом, где происходит именно превращение глюкозы из неуглеводных соединений. Перевод печени частично окончляется, частично превращается в глюкозу. И это называется циклом кори или глюкозолактатным циклом. Пожалуйста, в мышцах в результате сокращения глюкоза превращается в анаэробных условиях молочной кислоты. А если процесс аэробный, то из перевода образуется конечный продукт обмена CO2H2 и энергия образуется. А лактат, который образовался в анаэробных условиях, с помощью тока крови поступает в печень. И в печени из лактата образуется перевод под действием фермента лактат-дегидрогеназа, потому что это обратимый процесс. Судьба этого перевода двояка. Либо она может превращаться в CO2H2, или же она может превращаться в глюкозу, которую мы назвали глюкогенезой. Вот это весь цикл, по автору получил название цикл кори, или глюкозолактатно-аланиновый цикл, потому что здесь еще имеет значение образование такой заменимой аминокислоты, как аланин. Часть пиеравиноградной кислоты в мышцах путем трансаминирования превращается в аланин, которая транспортируется в печень, и здесь снова образуется пиеруват. Этот процесс уже называется глюкозо-аланиновый цикл. В организме взрослого человека за сутки синтезируется около 80 граммов глюкоз в печени, а также корковые вещества почек и в слизистой оболочке кишечника. Сам процесс глюкогенеза регулируется, то есть он регулируется. И первым центральным ферментом этого процесса является перевод карбоксилаза. Положительным аллоэстерическим модулятором его служит ацетилкоэнзиман. Вместе с тем он считается отрицательным модулятором для ферментов перевод дигидоргеназного комплекса. Второй фермент регулирующий глюкогенеза – это фруктоза-1,6-дифосфатаза. Этот фермент интимулируется со стороны АМФ, вместе с тем АМФ является положительным аллоэстерическим модулятором фосфофруктокенеза. В случаях, когда концентрация АМФ низкая, а концентрация высокая, то глюкогенез усиливается. В противном случае усилится скорость гликолиза. То есть этот процесс идет рецепробно. Регулируется при помощи гормонов инсулина. То есть инсулин тормозит глюкогенез, глюкокортикоид, катехоламины, глюкогон, гормоны, гипофизы. То есть вот эти гормоны все являются усилителями глюкогенеза. Глюкогенез резко усилится при сахарном диабете, инфаркте миокарда, при заболеваниях печени и раковых заболеваний. Скорость его уменьшается. Ацетилконзима, как в предшествии глюкозы, не используется при глюкониогенезе, потому что реакция, которую катализирует перевод дегидоргеназовый комплекс, необратима. То есть из ацетилконзима в организме человека глюкоза не синтезируется. Вот это мы должны запоминать. Так как перевод дегидоргеназовый комплекс, то есть реакция, это необратимая реакция. Из жирных кислот также глюкозы не синтезируется, так как они расширяются до ацетилконзима. Теперь обмен других моносахаридов, фруктозы и галактозы. Фруктоза включается в путь с распада глюкозы на ассаде 3 фосфата. С наследием недостаточности фруктозы 1 фосфат-алдолазы связана врожденная непереносимость фруктозы. Обмен фруктозы и галактозы и обмен именно наследием непереносимость фруктозы связана со вторым цифрой 2 на этой схеме. Болезнь обычно обнаруживается после перехода с грудного кормления на пищу, содержащую сахарозу, и проявляется с приступами работы и судороги после еды. При устранении фруктозы из рациона диеты развивается нормально. То есть, если мы из диеты убираем этот моносахарид, то развитие ребенка происходит физиологически. Известно также наследственное нарушение обмена фруктозамия, вызываемая недостаточность фруктокиназа. Поступающая в организм фруктоза не подвергается никаким изменениям, обнаруживается в крови и выводится с мочой. Каких-либо других симптомов при фруктозе не обнаруживается. Известно, что наследственное заболевание галактоземия, есть такая болезнь как галактоземия, при этом заболевании имеется недостаточность такого фермента как галактозилтрансфераза. Болезнь обнаруживается с первых дней после рождения, у детей наблюдается отказ от еды, рвота и понос. Теперь давайте рассмотрим влияние этилосфирта на обмен углеводов. Метаболизм этилосфирта включает в реакции дегидрирование, в результате которого образуется уксиновая кислота, часть которой в печени превращается в ацетилконзима. Но большая часть из гипотоцита попадает в кровь, а затем в мышцы, где тоже превращается в ацетилконзима. Вот здесь на данной схеме приведено, как происходит метаболизм этилосфирта с помощью вот этих ферментативных реакций в печени и мышцах. То есть, в конце концов, этанол тоже превращается в ацетилконзима. Снижается скорость глюкогенеза в печени, возникает гипогликозимия. При приеме алкоголя натощак, после значительной физической работы, у хронических алкоголиков может причинить потери сознания при алкогольном отравлении. При больших дозах и хроническом потреблении алкоголя в крови содержится много ацеталлигидов, которые повреждают мембранные структуры клеток. То есть, алкоголь в больших количествах является отрицательным эффектом для печеночной ткани. В частности, повреждаются митохондрии. Снижается трансмембранный потенциал и эффективность сопряжения дыхания с фосфоризмением. То есть, наружается сопряжение окисления с фосфоризмением. Гипогликемия, вызванная алкоголем, оказывает свое влияние на нервную ткань, и особенно на мозг, особенно в те части мозга, где регулируется температура тела. Поэтому у алкоголиков температура ниже на 2 градуса. Поэтому плохой привычкой считается дача алкоголя натощак при охлаждении. Лучше вместо него в стакан давать раствора глюкозы. Уважаемые студенты, следующее у нас – это пентозово-фосфатный путь превращения глюкозы. Эту тему мы будем рассматривать на практическом занятии. Поэтому я эту тему пропущу. На этом наша лекция закончена. Спасибо за внимание. И до новых встреч.